Получение святого Иоанна Затаусова о дерзстве. Продолжение. Дуже ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. 1 Тимофея 4.1.3 Как же может быть девственницей та, которая вступила от веры, слушается обольстителей, доверяется демонам, почитает ложь? Как может быть девственницей та, у которой сожжена совесть? Действенница должна быть чиста, а не телом, только мною душою. Если желает принять своего жениха, а та дева еретическая, как может быть чистой, имея столько пятен? Если надобно устранять даже житейские попечения от этого брачного чертога, как несовместимые с его благообразием, то как будет состояние сохранить красоту девства та, внутри которой обитает нечестивый помысл? Хотя тело ее остается нерасленным, но расслелась лучшая часть ее душевные помыслы. А что пользы в том, что остаются ограды, а храм разрушен? Или какая польза того, что место престола остается чистым, если самый престол осквернен? А лучше сказать, и тело ее не свободно от осквернения. Богохульство и злоречия, хотя рождаются внутри, но не остаются в душе, а быв произнесены устами, оскверняют, как язык говорящего, так и слух внемлющего. И подобно недовитым зелем, проникая в самую душу, передают корень существа человеческого хуже всякого червя. А с ним вместе губят затем и все тело. Итак, если сущность девства состоит в святости тела и духа, а дева еретическая, оскверненная и нечиста в том и другом отношении, то как может быть она девственницею? Но она указывает мне на бледность своего лица, на изнуренные члены тела, на убогу одежду, на смиренный взор. А что пользу в этом, когда внутренний взор ее бесстыден? Что может быть бесстыднее того взора, который располагает и внешние глаза? Смотреть на создание Божие, как на зло. Вся слава черри царя внутри. Псалтирь 44, Псалом 44, 14. И она извратила стройность этого изречения, извне облегшись славу, а внутри имея всякое бесчестие. Тому беда, что перед людьми она высказывает великое благоприличие, а предсоздавшим ее Богом позволяет себе великое безумие. И та, которая остерегается взглянуть на мужчину, если только есть такие девы между ретиками, бесстыдными очами взирает на владыку людей и изрекает хулу на небо. Побледнело у них лица и уподобилось мертвому. Потому они и достойны слез и многих сетований, что приняли на себя такой труд не только напрасно, но и на погибель своей головы. Одежда их убога. Но не в одеждах и не в цвете одежда заключается девство, а в теле и душе. Если мы о философе судим не по волосам, не по трости и не по хитону, но по нравам и душе, и о воине не по плащу и поясу, но по силе и мужеству, то не нелепо ли было бы так просто и легкомысленно полагать всю доблесть девственницы тадивного и превосходящего все человеческие явления в неубранных волосах, поникшем лице и в серой одежде, не вныкнув в ее душу и не исследовав тщательно ее внутреннего настроения. Но этого не допускает тот, кто постановил законы такого подвижничества. Он повелевает не по одеждам судить, а посвятившие себя на этот подвиг, но по верованиям и по душе. Все подвижники, говорит он, воздерживаются от всего, 1 Коринфянам 9, 25, от всего вредного для здравия души. И никто не увенчивается, если незаконно будет подвизаться, 2 Тимофею 2, 5. Какие же законы этого подвижничества? Послушай, что еще он говорит, или лучше, через него самого подвигоположник Христос. Брак у всех да будет честен и ложа непорочна. Евреям 13, 14. Но что мне до этого скажешь ты, когда я совершенно отказался от брака? Вот это, о несчастное. Это и погубило тебя. Что ты думаешь, будто это учение не имеет никакого к тебе отношения? Оттого ты, улегшись непомерным презрением к этому предмету, и оскорбила Божию премудрость, и оклеветала все создание. Если бракосочетание – дело нечистое, то нечистые все рождающиеся от него, нечистые и вы, чего я не сказал бы о природе человеческой. Как же нечистая будет девственницей? Вами придуман этот второй или лучше третий рот осквернении нечистоты. Вы, избегая брака, как нечистого, и через это само удаление стали сквернее всех изобретших девства, которые гнуснее прелюбодеяния. С кем же мы поставим вас в ряду? С иудеями. Но они не потерпят этого, потому что почитают брак и восхищаются созданием Божиим. С нами. Но вы не захотели послушать Христа, говорящего через Павла? Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Остается, наконец, поставить вас наряду с язычниками. Но и они также оттолкнут вас так, как вы нечистиве их. Платон говорит, что благ был, устроивший все это, и что благом не бывает зависти никому и ни в чем. А ты называешь его злым и виновником злых дел. Но не пугайся, общниками в таком учении ты имеешь дьявола и ангелов и бог, или лучше ни и не их. Ибо хотя они внушили тебе такое безрассудство, не думай, чтобы они и сами так рассуждали. Они знают, что Бог благ. Послушай, как они сами говорят, то взывая. «Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Марк 1, 24. И такими словами. «Сие человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Деянием 16, 17. «Неужели еще вы будете упоминать о своем девстве и хвалиться им, вместо того, чтобы, удалившись, плакать о самих себе и рыдать о безумии, которым я связал вас, как пленниц, и увлек птиенский огонь?» И не вступала в брак, но это еще не девство. «Я могу назвать девственницей только такую женщину, которая боевластно вступить в брак, однако не вступила. А когда ты говоришь, что брак принадлежит к числу запрещенных дел, то твой подвиг становится уже не подвигом произволения, но требованием закона. Посему мы удивляемся тем из персов, которые не женились на своих матерях, но не удивляемся тому же у римлян, потому что у последних такое дело представлялось и мерзителем для всякого. А у персов, безнаказанно сдержавших на это дело достойными похвалы тех, которые воздерживались от подобных кровосмешений, так же надобно рассуждать и о браке. У нас он позволяет совсем и посему мы справедливо удивляемся безбрачным. А вы, поставившие брак наряду с худшими делами, уже не можете ожидать похвал за безбрачие, ибо воздержание от запрещенного еще не есть признак доблестной и бодрой души. Совершенство добродетели состоит не в том, чтобы не делать того, за что мы у всех стали бы считаться худыми, но в том, чтобы блистать такими делами, которые не совершивших и не подвергают за это осуждению. И совершивших, и отличившиеся ими не только освобождают от славы дурных людей, но и поставляют в ряду добродетельных. Как никто не будет хвалить за детство евнухов, не вступающих в брак, так и вас. Что у них происходит по необходимости естества, так у вас делается по предубеждению лукавой совести. И как евнухов, телесный недостаток лишает уважения за это дело, так и вас, хотя и остающихся в естественном неповрежденными. Нет, лишив здравых мыслей и поставив необходимость быть безбрачными, дьявол с одной стороны изнуряет трудами, а с другой не допускает получить почести. Ты препятствуешь вступать в брак, поэтому за безбрачие тебе и предстоит не награда, а наказание и мучение. Продолжение следует. Продолжение следует.